Дорогие мои, чудесного всем вечерочка! Дорогие девчонки, сегодня хотим вам показать несколько товаров, которые Светочка приобрела. Вот это в большей степени для нее. Она вот купила, у нее новенькая покупочка. И вот она хочет с вами поделиться, рассказать, что для чего. Начинай, Светочка. Привет, девчонки! Привет всем! У нас немножко отойдем от темы. У нас сейчас с приходом декабря наконец-то уже пришла наша зима. Зима у нас такая, не как, конечно, со снегом, но все равно такая пасмурная, дожди, озноб такой проходит, ветер. И с такой погодой как-то меня потянуло на такие цвета. Ну и в общем, сейчас сами увидите. Зашла в магазин, решила обновиться и потянула все мне на такие цвета. Вот в MAC я приобрела вот такие тени, четвертушку. И вот, вот такие цвета. В первую очередь сейчас вам покажу карандаш. Карандаш купила Шельсмешбокс. Он стойкий, называется под цвет виолет. Вот я сделала на него свуч. Видите, какой цвет? Вот такой цвет у него. А мне очень понравился он какой-то весенний, осенний, зимний, каяловый он, виолет. Ну он красивый, он очень красиво выглядит. Даже утром, если его нанести, он даже очень хорошо выглядит. Теперь тенюшки. Тенюшки от MAC. Видите, какие цвета. Красивые. Сейчас я вам сделаю свуч. Значит, этот у нас самый темный. Мне он очень понравился. Это можно в складку. Этот, ну как бы, так, для любителя. Он идет с шиммером, с блесками. Я не знаю, как-то пришла осень, и особенно вот зима, меня потянуло на шиммер. Потянуло на все какое-то блестящее. Вот теперь вот этот сделаю вам свуч светленького. Это можно на все века наносить, а в складочку вы вносите темный. Ну и можно еще и коричневым, конечно, сделать. Но он просто с шиммером. Этот я не знаю, куда можно, но можно тоже приспособить, конечно. Это у нас вот такие вот цвета. Теперь вот еще такие я взяла себе. Тенюшки. Тенюшки более... Если эти были рассыпчатые, эти более текстура такая кремовая. Я уже их попробовала. Выглядело очень красиво. Получила так много комплиментов. Все спрашивали, откуда, где, где взяла. Такой красивый цвет. Вот посмотрите, какой цвет. Да, красиво. Да. Можно его наслаивать, можно делать больше, можно делать меньше. Вот он так вот. Он и блестит, и шиммерный. Это больше цвет. Можно делать, как бронзер. Тоже такой. Вот. Кстати, его можно соединить вместе вот с этим коричневатым. Тоже можно ими играться. Да, симпатично. Вот. Всю руку себе уже вымазикала. Теперь от Бобби Браун я взяла две пудры отсвечивающие. Одна вот такая вот. Красота. Вот такая вот. Вот. Это отсвечивающая их пудра. Вот. Это одна у них такая у них пудрочка. Вот. Вот такие вот тенюшки у нас. А вот вторую пудру я взяла вот такую. Более темная. Тоже. Шиммерная. Тоже блестящая. Да, красивые цвета. Очень красивенькая. Шиммерная. Верну сейчас. Оно шло с вот таким карманчиком. А вторую пудру где-то карманчик положила. Но не в этом суть. Главная пудра, а не карманчик. Теперь от Estee Lauder я прикупила наборчик шел тенюшки. Карандаш. Вот такой. Просто обычный черный карандаш. Не стойкий. Просто обычный черный карандаш. Обычный черный карандаш. Вот. Теперь тенюшки у нас вот такие. Можно, кстати, мне показалось, что можно вот этот цвет соединить вместе с маковским коричневым. Здесь более матовый цвет. Видите? Более матовый. А этот второй, кстати, назывался он, весь сет назывался Smoky. этот у нас более вот такой. Все руки уже себе измазала. Да, вот такой вот он блестящий. Вот видите, кстати, этот маковский. Вот второй сет, который я показывала, он такой очень красивый. Он какой-то такой винный, темный. Можно его светлым делать, как хотите. Вот такой сет. то есть Lauder шел. Вот это их классическая тушь. Вот такая щеточка. Обычная щеточка, не силиконовая, обычная щеточка. Симпатичная, красивая щеточка. Вот. Теперь, как всегда знаете, с приходом осени, зимы, у нас всегда сохнут руки. Всегда кожа очень сухая. И я приобрела себе крем. он и для рук. Написано, конечно, для лица. Но я бы не рискнула для лица. Больше я его хочу попробовать на руки. Это на каждый день. Это для очень чувствительной и для очень сухой кожи. И, кстати, девчонки, кто с Израиля, он очень работает. Он действительно очень хороший. Сухость пропадает, конечно, не на всю жизнь, но на ближайшие 2-3-4 часа вы сухость вообще не чувствуете. Вот. И приобрела себе такой парфюм. Парфюм называется La Interdite Givenchy. Сейчас я вам зачитаю пирамиду. Я возле него долго ходила, как-то вокруг да около, думала, 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 нужен ли мне, нужен. И решила, что он мне нужен. Упаковка, ну, такая, более, конечно, обычная бумажка. Сейчас я вам его покажу, как он сам флакон. Флакон симпатичненький, флакончик. Такой классика, обычный. Не что-то там прямо вау. Делай лапшик. Значит, верхняя нота. Верхняя нота у нас вообще считается аромат восточно-цветочный от дома Дживанши. Выпущен он в 2018 году. Три парфюмера над ним работали. Первая нота, то есть верхняя нота, бергамот и груша. Очень чувствуется груша. Я в нем почему-то даже почувствовала дыньку, но в ней не заявлена дыня. Вторая нота, то есть средняя, это туберос, апельсин, жасмин, самбак. А третья базовая, это почули, амбраск, амбраск, в общем, амбар и ваниль и ветивер. Называется еще что-то по имени ветивер. В общем, духи, я считаю, что на осень, зиму, они очень хорошие, летом они будут не очень, они будут немножко сладковатые для лета, осень и зима, самое то, утренний, легкий, конечно, не могу сказать, что очень стойкий, как Том Форд, но и не всегда, я считаю, уместен Том Форд утром, когда вы идете на работу, по делам, в магазин, с детьми, я не думаю, что с самого утра вам надо наносить Том Форд. вот такой парфюм в моем случае, мне кажется, на нашу погоду самое то. Вот действительно, попробуйте, понравится. Действительно, я уже и комплименты получила от него за этот парфюм, то есть сказали, что он, его, конечно, надо обновлять, видите, он у меня уже, так, немножко я ему попользовалась, хоть он у меня пару дней всего лишь, но я ему уже хорошо попользовалась, очень хороший, приятный запах на такую погоду. Попробуйте, хотя бы потестите, попробуйте, мне очень понравился. А, еще, девчонки, я забыла вам еще рассказать, еще у нас одни тени, еще одни тени взяла, тоже в МЭК. Вот, посмотрите, вот такая упаковочка у нас шла. Красиво. Да, тоже вот такие вот тенюшки были. Вот такие вот тенюшки у нас были. Видите? Что мне здесь понравилось, что здесь два цвета абсолютно матовых, третий шиммерный, но не очень, видите, не очень. Один только, один только последний, он шиммерный, его можно начало, его можно где-то, может, над бровью, то есть он интересный. Вот если так подумать, его можно попробовать вместе с, например, вот с таким цветом, если его растушевать, интересно. То есть очень хорошие такие осенне-зимние цвета. Вот видите, как-то меня потянуло, если обратить внимание, то все, в принципе, палетки примерного цвета, похожие. Похожие, то есть можно как-то дополнять, играть. вот. Все. Это были такие у нас косметические, парфюмерные закупки, обновки. Пробуйте парфюм, подходите, тестите. Спасибо всем за просмотр, всех любим, целуем. Бай-бай, пока-пока. Продолжение следует...